всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко и как я и обещал мы вернулись в никитский ботанический сад на парад тюльпанов 2024 в крыму сейчас бушует балканский циклон у нас идет дождь на петре выпал снег и обещают сильные порывы ветра до 35 метров в секунду на море чтобы вы понимали уже начинается шторм после того как посмотрим на тюльпаны отправимся к морю покажу вам друзья штормящая красивое черное море людей скорее всего сегодня здесь не будет потому что погодка конечно так подвела честно говоря но есть один плюс тюльпаны должны быть в капельках дождя и должны не смотреться очень и очень красиво в таком виде поэтому прошу вас поддержать ролик большим пальцем вверх написать свои комментарии если еще вдруг не подписаны на канал обязательно подпишитесь потому что следующий ролик выйдет с походом в крымские горы все друзьям начинаем погнали прошло друзья чуть меньше недели с нашего последнего посещения никитского ботанического сада я очень надеюсь что хотя бы тюльпаны расцвели потому что погодка в крыму держалась в основном вот такая пасмурная и всего несколько дней было солнце ну пойдемте смотреть что там у нас на главной клумбе с тюльпанами сейчас тоже сделаем клип но уже под другую классическую музыку надеюсь вам будет интересно посмотреть на тюльпаны в капельках дождя по традиции как всегда заходим на второй этаж смотрим на клумбу сверху и потом уже идем снимать сами тюльпаны так вы в комментариях голосуйте за самый красивый тюльпан за генерала парада так сказать погодка конечно друзья похолодало в крыму вот такая весна идет дождь в горах снег на море шторм все стихии сошлись так друзья да уже клумб побольше расцвело посмотрите красиво смотрится сверху жаль на квадрокоптере не полетать очень бы хотелось посмотреть на клумбус высоты птичьего полета но ничего страшного мы сейчас с вами рассмотрим каждый тюльпанчик который здесь расцвел полюбуемся красотой весеннего крыма ну и потом отправимся уже на море смотреть на шторм все погнали до клумбы ведь его люди умные надели дождевички и ходят все спокойно не бояться дождя не то что я и зонт не взял хотя в судаке у нас даже солнце светило не было никаких дождей ветра а здесь прям на южном берегу так прохладненько все друзья погнали вниз так а давайте вид еще на эту сторону вам покажу откуда мы с вами заходили вот они пальмы клумбы бассейн газончики красота и друзья ветер начинается уже я чувствую вот эти порывы сильные боюсь представить что там около моря творится ладно пойдемте к тюльпанам только недавно мы здесь смотрели и снова приехали послушайте так прикольно когда минимальное количество здесь людей мы практически вообще единственные кто сегодня здесь будет ходить но зато полюбуемся всей этой красотой друзья ветер ледяной так уже начинают расцветать персиковые сады здесь тоже друзья растут персики вот сегодня хочу попасть еще и на персиковые сады посмотреть и показать вам если они расцвели уже так надеюсь кубочки у нас тоже перед зданием главной администрации никитского ботанического сада вот такие да друзья тюльпаны в капельках все то как нам надо на макросъем очки все это будет хорошо прям видно которую мы сейчас и запишем но сначала прогуляемся так главное чтоб камера чтоб меня было слышно потому что дождь идет прямо микрофон попадает но если будут проблемы со звуком друзья вы уж потерпите немного посмотрите много клумб еще не растяло поэтому свободно можете приезжать даже через неделю сюда тюльпаны здесь будут даже я думаю больше недели две тюльпаны точно держаться будут смело приезжаем так но долго друзья здесь задерживаться с вами не будем сейчас быстренько пройдемся покажу вам клип и отправимся уже к морю тюльпаны конечно прекрасно очень все красивые друзья аромат от них идет вы бы слышали какой жаль что через экран нельзя вам его передать но действительно посмотрите мы сегодня вообще единственные кто здесь бродит по этой клумбе с тюльпанами вон вот эта часть вообще вся расцвела и вон та которая ближе к морю сейчас к ним и отправимся до южной части мы сейчас идем по северной здесь еще не все клумбы расцвели так вот этих вот этих тюльпанов не было в прошлый раз я их не помню красненькие желтым вот эти были вон еще одни новинки расцветают так друзья вы в комментариях сейчас напишите когда посмотрите видеоролик какой тюльпан вам понравился больше всего на какой минуте тайминг укажите в комментариях допустим 10 минута столько-то секунд чтобы мы понимали такой тюльпанчик вы голосуете так ну пойдемте туда где они уже расцвели по максимуму так прикольно когда людей нет вообще не передать вот очень красивые тюльпана это у нас вот такое название они пушистые такие желтенькие нежно-розовые одновременно видите ветер поднимается интересно когда будет порывы сильные выдержат ли тюльпаны я думаю что выдержат по-любому ну что сказать никитский ботанический сад обязателен к посещению друзья в любое время года неважно если тут пара тюльпанов нету вы тут найдете что-нибудь цветущая все равно вот новые тюльпанчики расцвели их не было в прошлый раз вот это клумба прям еще не а вот еще новенькие тоже пушистые давайте к ним поближе вот такие друзья пушистые красные тюльпанчики так сейчас скажу как называются лямор ой вон те какие красивые стали напитались цветом сейчас друзья дойду до них покажу тоже так это у нас тюльпан айкон он в прошлый раз был у нас но сарона тюльпана не могут надоесть я думаю хоть и два ролика у меня подряд идет из никитского ботанического сада но друзья нужно наслаждаться красотой так вот новые их тоже не было их к сожалению таблички нет мы не можем прочитать что это за тюльпан тоже такой нежно-розовый цвет у них какие красавцы так больше селево это остановись хотя бы на 20 минут до ролик снять друзья вот эти тюльпаны наверное они не больше всех и понравились ведь они уже стали такие насыщенно розовые когда мы приезжали они были вот такие вот такого цвета светлого сейчас они напитались цветом и как красиво они выглядят ну нереальная красота просто с такими тюльпанами так а за какого же мне проголосовать я не знаю я тоже в комментариях напишу за которую я проголосал еще дома отсмотрю когда монтировать буду и уже определюсь самым красивым тюльпаном ну очень красиво ну красные для меня такие классические тюльпаны потому что у нас вот где я жил в Луганске у нас расследовали друзья именно такие красные тюльпаны в основном красные я помню желтые похожи вот эти так ну мне и эти беленькие нравятся пушистики тоже супер выглядят так идемте дальше так вот эти у нас расцвели тогда они еще были закрыты все хотя какие-то невысокие тюльпанчики так что у нас здесь дабл принцесс так а черные тюльпаны есть я помню когда-то был вроде бы черный тюльпан или черная роза вот на черные хотелось бы посмотреть ну вообще кайф так ну пойдемте наверно на тетер клумбы которые уже пестрят своими красками по максимуму ой друзья тут вообще шикарно красота барабанит дождик и мы с вами любуемся тюльпанами так ну давайте к следующей клумбе вот эти тоже очень красиво смотрятся необычно как-то они не красные какие-то такие какой-то цвет я не знаю даже как его назвать так ну беленькие смотрите белый с красным лепестком реально да у него будет красный лепесточек у одного тюльпана здесь ну тут еще конечно много клумб будет расцветать ведь еще рано погода изменилась похолодало походу нам придется ехать сюда еще и в третий раз что поедем в третий раз или я вам уже надоел тюльпанами вот такие тут вот эти белые тоже шикарные но эти уже эти по чуть-чуть отцветают вот на них капельки смотрятся вообще очень красиво какие-то маленькие бриллианты вот такие листья необычные так ну давайте еще к одной клумбе и начинаем клип смотреть ну что друзья смотрим небольшой клип с этими прекрасными цветами и дальше отправляемся смотреть на штормящее море включая а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 почки уже вот они набухают уже думаю дня 4 они будут стоять полностью все в цвету эти разные сорта персиков разные их виды есть и белые вот такие какие-то желтоватые и розовые в общем на любой вкус тут у них персиков никитском ботаническом саду но это класс природа пробуждается это всегда так красиво наблюдать каждый год и не надоедает обожаю это время года когда просыпается природа ну ладно пойдемте друзья в сторону моря будем двигаться через парк но уже буду с другой стороны парк эти прошли раз по левой стороне шли сейчас будем по правой спускаться конечно капельки в объектив попадает так на вроде вижу просветы на небе погода налаживается смотрите на эту зелень друзья на вечно зеленые деревья какая тут природа так минут в комментариях написали точнее в сообщение скинули александр ты сюда ходишь по левой стороне иди в правую сторону там какие-то деревья вековые растут огромные сейчас будем идти смотреть где они там еще во время дождя все становится таким насыщенным посмотрите на эту зелень какой нет свет друзья нереально же просто так может не про вот эти деревья говорили они в принципе здоровенные это кедр насколько я знаю это тоже кедр но какая-то другая разновидность так но пойдемте беседочка тут стоит сколько я помню летом здесь какой-то музыкант выступал на стаканах играл очень красиво тогда было такая музыка у него прикольная так ну это дуб старый здесь дальше пошли сосны да друзья на море смотрю шторм реально начинается сейчас спустимся посмотрим так ну подписчики я здесь ходил раньше не знаю что вы писали что здесь не ходил вроде бы я проходил когда-то здесь по этим ступенькам ух ты вон это дерево земляничное огромное растет сейчас подойдем ну в принципе друзья кто хочет посмотреть парк практически полностью посмотрите мой предыдущий ролик на канале я там обошел весь парк все вам показал а сейчас быстренько спускаемся к морю потому что на родной тоже он смотреть будет не особо интересно я думаю поэтому хочется сюда еще на набережную в поселочек никита спуститься показать вам и набережную и море вот это дерево и бесстыдница либо земляничное дерево кого называют она здесь прям больших таких размеров ведь и после дождя такие потеки красивые и вот два деревца совсем молодых здесь так а куда вы здесь мы сказали вправо идти будет навсегда вправо сворачивать я реально вот сюда вправо никогда не сворачивал а что-то может быть вот этой дорожке друзья впервые с вами идем не знаю куда она нас выведет что это за растение тоже таким желтым цветет вот таких кстати много встречается на дороге в ялте как в сторону севастополя едешь желтеньких цветов этих так ну капельки пожалуйста не падайте на экран так ну надеюсь туда еду потому что дальше тоже вид какая-то тропинка друзья на там уже нет плитки на ней давайте сюда пойдем все так зелено все красиво настоящая райское местечко видимо деревья какие-то погибли вот они двое их спилили к сожалению тот еще какая-то тропинка вниз ведет через кня может вниз по по тропинке спустимся или что скажете куда тоже она должна вывести нас или нет потому что она вроде заканчивается ладно пойдемте по дороге тоже летом когда будет солнечно когда будет сухо тогда уже будем лазать по всем этим тропинкам который здесь присутствует я вообще не пожалел что сегодня приехала время такой погоды друзья ну просто минимальное количество людей я хожу и просто кайфу еще такой легенький дождик солнце прямо на нас светит спасибо кайф ну просто смотрите какой здесь тоннель прям живой тоннель да вот эти гигантские деревья друзья кедры высокие метров по тридцать наверное реально солнце вышло так классно еще и дождик моросит и солнце светит как такое может быть значит где-то должна появиться радуга у нас так вон секвой это здоровая идет давайте тоже к ней подойдем а то вон садовники ой друзья он какое-то дерево закрученное красивое к нему сейчас тоже подойдем так маршрут экскурсии показывает сюда есть маршрут какой-то интересно куда он выведет нас я хочу к тому дереву закрученному подойти здравствуйте а куда эта дорожка выведет нас к выходу да спасибо тогда сейчас на дико секвое здоровое оу нереально так а куда дальше я хочу к тому еще закрученному дереву сходить а тут получается на выход уже идет и сюда какая-то тропинка короче здесь куча троп но в этой части мы реально не были никогда какой-то сушить и фонтан еще есть ничего себе красиво здесь наверно летом жаркую погоду просто сесть на скамеечку отдыхать такой кайф будет фиалки цветут вот от фиалок такой аромат идет вот они так же но как я понимаю там уже идет выход поэтому я предлагаю нам немножко вернуться назад для того закрученного дерева такое интересное необычное мне показалось со стороны хочу на него посмотреть поближе вот она секвое уже старенькая высокая как она таких размеров выросла толщина как у этих деревьев которые возле массандровского дворца но по высоте выше то солнце то тучи не поймешь погоду в крыму вот это дерево центре тоже огороженная стоит со стороны видимо такое закрученная прям но это из-за ветров наверное и вот так скрутила вот здесь обратите внимание видите кого закрутила так дождь усиливается ну сейчас где-то уже тут по идее должен быть выход пойдемте выйдем и на набережной окажемся ухо вот это сосна здоровенная как парке в воронцовском дворце а прям сосны тоже такие друзья здоровые так ну и все мы вышли на эту лестницу тут мы с вами пять дней назад по ней спускались это уже прекрасно помните пойдемте вниз что я могу сказать никитский ботанический сад я бы сюда приезжал каждый день если бы у меня была такая возможность здесь можно часами бродить наслаждаться природой и просто отдыхать поэтому рекомендую однозначно очень крутое место бамбуковая роща пальмовая аллея кактусы здесь беседка так мне в комментариях написали что ни в каком буратино оказывается эта беседка не снималась эксперты в комментариях а ну-ка напишите нам точную информацию правда это или нет так там как будто какой-то тоннель был раньше под этой беседкой такое ощущение его засыпали очень интересно как бамбук нагнулся от ветра так друзья ну раз мы уж здесь я не могу пройти мимо мимо этой пальмовой аллеи как им удалось сберечь эти пальмы потому что во первых климат во вторых они высокий как они от ветра не падают удивительно помните что тураган у нас был и они выстояли здесь все причем ни одна пальма не пострадала ну вот здесь летом появляется банановая роща ведь вот эти якобы сухие веточки торчат вот это друзья бананы растут вот у некоторых уже появляется первая листва вот она но эти листы вырастают огромный здесь просто все в зелени стоит но летом я вам естественно я тоже покажу когда мы сюда приедем тут небольшое озерцо так ну и пойдемте уже на выход увидел дерево магнолии в прошлом ролике мы аж в ялту ездили чтобы посмотреть на цветущую магнолию а сейчас мы это можно все сделать в одном месте в никитском ботаническом саду тюльпаны посмотреть и магнолию пофотографировать здесь все цветет и буквально вот только-только расцветать начинает здесь магнолия ялте уже отцветает здесь только начинается цветение поэтому приехать точно вы успеете сюда и полюбоваться вот такие цветы как будто они не настоящие но это живые цветы этого дерева никитский ботанический сад хочется сказать вам огромнейшее спасибо за ту красоту которую дарите нам прогулялся друзья прямо на душе стало легче очень хорошее место рекомендую к посещению мы уже идем в сторону выхода сейчас пойдем на море пока идем хочу вам рассказать о своем телеграм канале у каждого я уверен что у 90 процентов из вас на телефоне установлено приложение телеграм друзья так прохода нет у меня там канал мы есть смотрите как найти мой телеграм канал под этим видео роликом спускайтесь в комментарии и самый первый комментарий будет ссылкой на мой телеграм он так и называется александр михаленко там я публикую свои авторские фотографии пейзажи крыма у нас там и цветы и море и горы и шторма поэтому я вас всех там очень жду добавляйте только те кто друзья очень любит крым чисто для цифры вот это подписываться лучше не стоит если вам нравится крым нравится смотреть на его красоту то я вас всех там жду ссылочка в самом первом комментарии под этим видеороликом прям сейчас нажмите ролик на паузу зайдите подпишитесь чтобы не забыть и возвращайтесь к просмотру ну что друзья мы переместились с вами на набережную поселка никита вышло солнце сейчас выйдем немного на пирс и покажу вам море но шторм друзья не такой уж и сильный здесь у нас там в морском когда мы ехали был побольше волны волны были приличные вот туда числа и поднимемся солнце так красиво подсвечивает море вот сюда я никак летом не могу попасть на эту набережную почему-то летом мы проезжаем мимо но этим летом и тоже сюда заедем я думаю не один раз и насколько я знаю местные ялтинцы приезжают купаться именно в этот поселок на эти пляжи поэтому возьмите на заметку пляжа значит здесь хороший если местные купаются так друзья и вид вы взгляните на это лазурное море это что-то нереальное какая красота вон у кого-то гостиша находится какой у них там крутой вид я представляю и у них кстати подземный выход к морю я вам смотрю выходит очень круто если меня смотрят хозяева гостиницы пригласите пожалуйста в гости на один день пожить хочу ролик у вас снять реально а дальше уже начинается заповедник друзья но сегодня без заповедника потому что после дождя там грязь не пройти а вот сухую погоду сюда вернемся прогуляемся по заповедным местам там есть смотровая площадка называется царская беседка хотя беседки там нет никакой но вид оттуда тоже очень и очень крутейший слушайте вообще как будто мы не в крыму потому что такой цвет воды здесь из-за шторма и не знаю почему он такой лазурный здесь вот эти вдаль посмотреть там уже идет привычный цвет моря а здесь вообще очень хочет такой насыщенно лазурный цвет как будто реально не в крыму видите вся эта гора весь этот мыс покрыт лесом там произрастает очень много вот этих деревьев земляничных которые бесстыдно называются они растут в дикой природе здесь там их реально прям самое большое количество в крыму на квадратный метр собраны ну и вот так выглядит сама на береге здесь расположены отели в которых можно остановиться летом ну по-любому кто-то из моих зрителей здесь останавливался я уверен вот так здесь выглядят пляжи сейчас конечно во время такого наката волны вряд ли их мы увидим это вот здесь линия моря проходит если шторма нет если тут ряжи тут большие приличные галечные так ну погодка конечно сегодня светит солнце и идет дождь такой так друзья ну я хочу смотреть на это море просто бесконечно такая красота здесь видите солнце не было солнце не подсветило все это было бы сейчас серое такое но благодаря лучам солнца мы можем любоваться нереальной красотой вот так покажи кому картинку вот такую с таким ракурсом никто не догадается что это крым я уверен нужно эксперимент такой где было сделать но уже поздно лучше смотреть этот видеоролик как бы люди угадывали где это александр ты где что это за место это крым друзья поселок никита ну и в принципе он там где кончается набережная там дальше идут уже дикие пляжи под скалой я не знаю летом там можно купаться безопасно ли потому что может камешек со скалы упасть но в принципе дикие то не стать дикие пляжи думаю будет прикольно чтоб не было большое количество людей там помырять так вот что друзья что скажете как вам место поселку никита ставим однозначно огромный палец вверх потом ольга к вам найдет поселочек просто весь стоит зеленью самый зеленый поселок крыма это поселок никита плюс его такие шикарные пляжи такие красивые виды с этих пляжей это что-то какая волна поднимается все-таки шторм увеличивается мне кажется какие волны пошли там облака море а дочь почему у нас у нас солнце светит видимо ветром сюда капляж перегоняет ну и с той стороны уже должна быть ялта но к сожалению из-за дождика и и друзей не видно а вон на том холме если пройти в парк монтедор там находится золотая беседка так ну что я предлагаю нам наверное ехать дальше уже в сторону судака по пути может заедем еще куда-нибудь возможно в поселочек сейчас утес спустимся посмотрим что у нас там возможно куда-то дальше либо заедем друзья на набережную алушты прогуляемся посмотрим в общем куда дороги на заведут непонятно сделано у нас тут еще эксклюзивные кадры гора медведь курзу пока ехали в сторону утеса появилась радуга конечно не такая насыщенная как хотелось бы но все же очень круто смотрится да друзья редкие кадры увидит радугу на фоне аюдага нам сегодня просто везет так она к нам уже приблизилась смотрите вообще здорово ну что друзьям поздравляю эксклюзивные кадры сняты к сожалению сейчас снимаю на телефон потому что камера не вылетит а здесь звук будет ужасен но терпите зато красиво как радуга прям вот она рукой до нее можно подать она падает прям вот виноградник здесь сюда очень конечно красиво да еще и на фоне гурзуфа на фоне горы аюдаг но это прям реально редкость так друзья максимально приблизим чтобы вам показать эту красоту адалары в море поселочек гурзу гора аюдаг и вот смотрите где начинается радуга как она близко ну все мы доехали до утеса друзья здесь море вообще спокойно и обычно когда здесь шторм волны выше вот этих зданий подлетает но не знаю смотрите в никите был такой шторм приличный здесь вообще практически стиле на окно как всегда по традиции зайдем на вот этот камешек на эту скалу которая расположена прямо в море и с нее открывается вид на это место называется санта барбара расположена в поселочке утес ну а позже утес отправимся наверное до дворца княгини гагариной потому что раз уж мы здесь давайте и сходим туда на мысль с него еще полюбуемся видами на гору медведь так друзья ну что давайте панорамный вид вам сначала на все эти места сейчас на высшую точку стану смотрите какой цвет здесь у моря тоже такой насыщенный вот такая красота вон вдалеке тоже в стороне садака кусочек радуги можно наблюдать точнее там напротив алушты как раз и вот он сам утес когда-то это были лодочные гаражи которые со временем превратились в многоэтажные гостиницы друзья отеле здесь даются номера летом и можно здесь арендовать и жить место конечно очень необычная очень такое колоритная он ведь и там море тоже просил и искал и расположены жаль что так далеко раньше я помню на квадрокоптере долетал до них но сейчас к сожалению невозможно это сделать но вместо однозначно стоит посетить хотя бы посмотреть что есть и вот такой крым необычный так ну что я предлагаю нам пройтись немного по набережной и двигаться уже дальше опять дождик начинается ну что друзья давайте пройдемся немного по набережной утеса посмотрим на обстановочку здесь помните этот мега шторм который был точнее до него был штор там он повредил кафешку одну сейчас пойдем посмотрим но в принципе здесь я как посмотрю на набережной все убрали набережная довольно таки чистая видно что местные жители которые здесь живут который держит отель и здесь все прибрали молодцы до конца не знаю наверно идти не будем посмотрим ведь это же здесь солнца нету тучками все закрывает все солнце вон в стороне алушты вы смотрите сколько много здесь машин как летом на набережной так ну какие тут регионы у нас 126 161 вообще не знаю что за номер то украинский какой-то номер друзья так а дальше какой идет жилье в ялте на это понятно ялтинцы ну видите по ходу отдыхающие здесь приехали на выходные поселились здесь номерах но может быть и местные просто машины купили где-нибудь вот друзья вот это кафешка тогда очень серьезно пострадала бедные хозяева или не это нет не это вот следующая которая корона называется вроде бы она да ну да конечно был ужасный шторм но света выглядит вроде бы нормально внутри там стену шторм разрушил и вода прям в кафешку тогда попадала так радуга опять появляется на то пропадает то появляется так друзья ну вроде все восстановили уже там и окон помните не было вон окна уже на месте стена на месте если это и так и фишка но вроде бы это до восстановили быстро так молодцы ну и кстати сама набережная реально посмотрите после шторман то такая разрушена тут было куча плитки валялась вот эти вот штучки перевернутые все были а сейчас все как будто она новенькая ну респект быстро справились так ну что можно сказать друзья за утес очень колоритное место необычное и хотя бы не знаю насчет отдыхать здесь либо не отдыхать то что вы сами решайте но посетить его однозначно стоит но очень необычно вот видите сплошной линии просто идут вот они гостиницы они еще разным цветом покрашены смотрится это ну необычно для крыма колоритное местечко так давайте выйдем сюда со стороны покажу вам есть лифт даже у кого-то там ну вот друзья а сколько тут этажа 1 2 3 4 5 6 7 7 этажный а там еще больше сушить вот это да хотели бы себе такой гараж лодочный я наверное хотел бы так ну давайте еще немножечко совсем пройдемся и потом уже пойдем на мыс айтадор чтоб оттуда видами полюбоваться что хочу радугу сфотографировать радуга из моря прям а и и для как красиво так я сейчас фотографирую на фотоаппарат фоточки я опубликую себя в telegram канале заходите посмотрите что из этого получилось ну что друзья и напоследок мы посетим с вами дворец княгини гагариной полюбуемся видами уже в принципе у нас вечер солнце садится за горизонт где-то там за тучами но мы с вами здесь людей сегодня вообще везде по минимуму и это прям для меня вообще такой кайф ну вот работники здесь есть вот так выглядит сам дворец очень друзья красивое здание красивая здесь архитектура но естественно сам парк который в окружении этого дворца он тоже невероятный так чуть вам покажу такой панорамный вид но кстати ветер к вечеру усиливается думаю вот к вечеру и дойду до нас эти 35 метров в секунду которые сегодня обещают так друзья но билетик стоит 400 рублей проход местным жителям если вас крымская прописка 200 рублей сам на дворец можно зайти посмотреть но в принципе что здесь игровая зона бильярдная но дед холл основной он такой более менее красивый но там сейчас темно моя камера к сожалению этого не вывезет так на давайте вид со стороны еще вам покажу ну красивое место не знаю мне в крыму вообще все места красивый нет некрасивых мест где бы ты ни был так еще раз повторюсь ты найдешь для себя что-то интересное так ракурс с той стороны будет такой архитектуру вот друзья отсюда вот так выглядит сам дворец по ощущениям как будто сейчас не весна а осень вот я очень кося приезжал тут тоже было немного людей и вот такая атмосфера была но мне это прям нравится ладно пойдемте в пойдемте на мыс айтадор любоваться видами на гору аюдак если будет видно потому что у нас дожди тут идут 1 полоса была прошла об там солнце потом опять дождь солнце такая все целый день погода соль какой парк здесь друзья какие пышные кипарисы так давайте немного вам их покажу сейчас памятник садово-парковой архитектуры здесь ведь какая табличка даже есть охраняется государством пышные шикарные кипарисы вот сам дворец территория но очень красивая так ну пойдемте можно было для через парк пройти по тропинке на мыс но можно по вот такой дорожке эти потому что здесь вид на море я хочу отсюда пройтись какая сегодня насыщенная вся зелень и свете и можжевельники растут и кипарисы тоже чистейший воздух еще и лечебный вдобавок вот тоже это растение желтенькая говорю начаться реально везде вот в ялте его очень много что это за цветы кто знает напишите пожалуйста что это за кустарник такой так это черемуха цветет кто-то мне писал про черемуху вроде бы это она и есть или нет сейчас ближе подойду гляну но очень друзья напоминает черемуху мне ну да наверно и она так ну давайте раз уж мы здесь тоже посмотрим на церковь на эту на храм александра невского вот так он выглядит друзья была домовая церковь княгини гагариной там по ходу идет служба ли что такое люди разговаривают ладно не буду заходить туда мешать им пойдемте дальше вот видно эти скалы уже с высоты я помню когда был мощнейший шторм и я поэтому причал ушел так страшно было когда волны с двух сторон тебя накрывает так интересно кактусы когда там цветут они уже ближе наверно к маю я думаю расцветают так ну пойдемте здесь столовая либо кафешкой уже не помню что здесь летом она работает но этим летом мы будем ходить вообще по всем кафешкам столовым буду вам показывать тоже друзей цены и меню и где вкусно где невкусно кормят так ну вот здесь нужно подняться вверх так друзья говорю мы с айтадор мыс плака похоже что-то где-то напутал почему не в голове мы сайтадор у ее и смотрите как красиво лучи пробивается сквозь тучи и падает прям на порты нет и в море вот она друзья гора аюдак гора медведь как вы ее все знаете и вот этот весь склон он буквально усеян кактусами нет цветения пока еще не началось как мы видим но на лишь говорю ближе к маю либо концу даже мая они зацветают и все будет желтых цветах обязательно приедем буду вам показывать а море какой здесь цвету море так мы пойдемте на самый край как всегда по традиции ну камни сейчас такие скользкие после дождя будьте максимально здесь осторожны друзья потому что реально как по льду идем так ну что вид так мешает нам тут кадр загораживает на чё поделать идемте вот сюда на краюшек да друзья красота смотрите на этот нереальный вид он то справа партинит раскинулся лучи конечно шикарно пронизывают облака так но еще тоже несколько фоток сделаю вот на это на эту технику на свою и выставлю их в телеграм канале друзья зайдите просто посмотрите нереально ну что друзья вот и подошло концу наше видео надеюсь вам сегодня было интересно посмотреть на пара тюльпанов побродить по утесу посмотреть на аюдак прошу вас поддержать ролик своим большим пальцем вверх написать комментарий и не забывать подписаться на мой телеграм-канал я там уже опубликовал сегодняшние фотографии залетайте всех вас там жду но с вами был я александр михаленко встречаемся уже совсем скоро но видеоролики всем пока